В авангарде отдают предпочтение сортам, которые больше нравятся покупателям. Например, сейчас пользуются популярностью красные яблоки. Каждый год обновляя сады, агрономы высаживают такие сорта. Но и не забывают про известный богатырь и северный сенал. Они предназначены для нашей зоны. На этом квартале, засаженном северным сеналом, сбор начнется примерно через две недели. Это зимний сорт, который лежит практически до мая месяца. Для нашей зоны он хорош тем, что выдерживает сильные морозы. Надежный сорт, хороший показывает урожайность, лёжкость, ну и товарные качества. Сейчас в авангарде сады занимают 155 гектаров. 66 из них – сады старого типа, остальные – интенсивные. На старых садах урожайность до 10 тонн, на интенсивных доходит до 30 тонн за гектаром. Данные сады, на которых мы стоим, гораздо экономически эффективнее. Все эти сады у нас под орошением, что позволяет нам не зависеть от погодных условий. Ежегодно мы закладываем не менее 14 гектаров сада. Валовый сбор ежегодно заставляет примерно 2000 тонн. На этот объем рассчитано фруктохранилище, куда после сбора попадает урожай. Красные и сладкие яблоки сорта «Орлик» из фруктохранилища отвезут в школы и детские сады. Эти яблоки мы готовим для детского питания в Рязань. То есть у нас берут детские сады и школы для детишек. Но требование у них главное было, чтобы без повреждений, потому что это детям калибровка. Размер, вы сами знаете, это дети, чтобы одинаковое яблочко каждому ребенку попало. Поэтому мы стараемся более-менее, чтобы подобрать по калибровке и по качеству. Найти яблоки, выращенные в авангарде, можно на рынках, а также в специальных торговых точках. Урожай хорошо хранится и не теряет полезных качеств. Яблоки, выращенные летом, будут продавать до конца мая. Яблоки все мы продаем на местных рынках. В принципе, наш объем позволяет продавать все в розницу и местному покупателю. То есть дальше в Рязанской области практически яблоки не уезжают. Часть урожая идет на переработку. Из яблок делают чипсы в планах у руководства авангарда организовать перерабатывающие производства по изготовлению соков, джемов и пастилы. Дина Исляева, Михаил Костенко, телекомпания «Город».